Доброе утро! О моей любви к Франции, французской культуре и гастрономии вы знаете. Есть у меня друзья и знакомые, которые эту страну, мягко говоря, недолюбливают. Но даже они не могут отказать себе в удовольствии похрустеть на завтрак настоящим символом Франции – круассаном. Для приготовления круассана нам понадобится слоеное дрожжевое тесто. Готовить его просто, но очень долго, и это не входит в рамки нашего утреннего сюжета. Поэтому я думаю, что вы справитесь с этой задачей самостоятельно при помощи интернета. Давайте договоримся, если у вас это не получится, вы напишите мне, и тогда я обязательно сниму об этом видеосюжет. Ну, а сейчас мы воспользуемся тестом, которое я приготовил заранее. Я вам этого не говорил, но вы можете купить тесто в магазине. Тесто нужно раскатать в пласт толщиной 3 миллиметра. Ширина пласта должна быть 20 сантиметров, а длина – ну уж как получится. Теперь вооружаемся ножом и линейкой, потому что наше тесто надо разметить. Вдоль одного из краев делаем отметки через каждые 12 сантиметров. С другого края делаем то же самое, но сдвинувшись на 6 сантиметров. Итак, тесто размещено, и противень для круассанов уже заготовлен. Осталось их только свернуть. Для этого поворачиваем треугольник основанием к себе. Это удобно делать с помощью силиконового коврика. И аккуратно сворачиваем круассан, придавая ему форму полумесяца. Вообще, круассаны – это флагман так называемой венской выпечки. Вроде символ Франции, а выпечка венская. Все просто. Форма рогалика была придумана в Вене. И привезена Мария Антуанеттой во Францию, где он уже обрел слоеное тесто, масло и тот самый неповторимый французский хруст. Венские рогалики были попроще, но сделаны они были не просто так. Именно таким образом австрийцы укусили османов. Ну а мы выкладываем наши круассаны на противень и отправляем в расстойчный шкаф примерно на полтора часа. Как сделать расстойчный шкаф дома, я уже рассказывал. Можно воспользоваться обычной духовкой и поставить туда миску с кипятком. Полтора часа, отведенные круассаном для расстойки, почти стекли. Пора действовать. Сначала вытащим их из духовки и включим ее на 240 градусов. Теперь нужно подготовить сахарный сироп 30Б и яичный меланж. Для сахарного сиропа 130 граммов сахара нужно залить 100 граммами холодной воды и довести до кипения. Для яичного меланжа мы смешиваем одно яйцо, 25 миллилитров воды и 25 миллилитров молока. Делать это удобнее всего с помощью блендера. Как только духовка нагреется, смазываем круассаны меланжем и отправляем туда на 240 градусов. Как только мы их поставим, уменьшим температуру до 180, будем выпекать 8-10 минут. После этого еще раз понизим температуру до 160 и выпекаем еще 8-10 минут. За пару минут до готовности обильно сбрызнем круассаны нашим сиропом 30Б. Вот они, самые настоящие, самые французские у нас здесь на Урале. С таким завтраком утро просто обязано быть добрым. Ну а мне остается пожелать вам приятного аппетита, бон аппетит, доброго утра, бон матан и удачи, бон шанс. Ну а мы с вами обязательно увидимся. Рюгарниву. 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 Рюгарниву.